Этот чудак решил носить футболку с аниме в публичных местах, окей? Вернемся к сюжетной линии в автобусе. А то, что он с таким аккурой в руках, никого не волнует? Ну ладно, ладно. Да-да, пошла нахрен. Майя Невной с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на то, что мы давно не делали. Точнее, на то, что мы давно не снимали. Это канал-просто озвучка, дубляж видосов The Advance Auto. Правильно? Надеюсь, правильно в этот раз произнес. И называется видосы незнакомцы. И что, вы готовы смотреть? Я тоже готов смотреть. Незнакомцы. Но сначала вы посмотрите, что у меня есть сайт с играми. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому вы получите 10% скидку. И знаете, что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте смотреть. Погнали. Давайте представим, что вы заходите в автобус, и он вроде заполнен, но есть одно свободное место между двумя незнакомцами. У нас нет автобусов, которые по три места. У нас в основном, если автобус, это с одной стороны два места, и с другой стороны одно. Или с другой стороны два, и с другой стороны два. Вот по три. Ну, может быть, раз, где-то видел когда-то. Вот в самолетах точно так по три бывает. Итак, посадитесь между двумя людьми и вторыми незнакомыми, и все чудесно. Все заняты своими делами, никто не встречается взглядами, все идеально. Конечно, ваши плечи соприкасаются, но все нормально. Это обычное дело для бедняков, ездящих в автобусах. Куча. Конечно, для бедняков, которые не инвестируют вместе с юбилем. А, инвестиции. Не, инвестиции, это, конечно, очень хорошо, но надо в них очень сильно разбираться. Это сложная тема. Но потом на следующей остановке сидящий с краю парень выходит. Теперь вы и парень у окна стали сидеть вдвоем. Но так как вы посередине, вы должны принять решение, отсесть или нет. Я, честно, не знаю, что нужно делать в таких ситуациях. Ну да, типа, кажется, если ты отсядешь, то это как бы пренебрежительно к тому, кто сидит там с тобой. А если не отсядешь, то, может быть, наоборот, ему будет так некомфортно. Ну, короче, тут не угадаешь, не угадаешь. Я в замешательстве. Потому что если вы отодвинетесь, то таким образом скажете человеку, эй, ты мерзкий. Я больше не буду терпеть касание наших плеч ни секунды. Я рад, что могу отодвинуться от тебя. Грустно как-то. Но с другой стороны, если бы я был парнем у окна, то мне бы хотелось, чтобы парень посередине стал новым парнем с краю. Я бы не воспринял грубым то, что он отсел. Я бы просто хотел убрать его грязное, мерзкое тело подальше от себя, насколько это возможно. Как это не мило, однако. Это не грубо. Но с другой, другой стороны... Ну, вроде как грубо. Большинство людей не обращают внимания на то, насколько близко к ним сидят другие люди, и они не боятся социума, я не знаю. На самом деле, все равно, в основном. Как бы одному сидеть лучше, но все же. Не знаю, вообще не люблю писсуары. Почему нигде не делают этих кучу кабинок? Как по мне, для меня лично, походу, это личное пространство, мне нужно как-то сосредоточиться. Если у кого-то точно так же, напишите об этом. Я не могу писсуары, это жесть. В сантиметре от вас, я всегда чувствую, что должен что-то сказать. Некомфортно в них. Эй, смотрел игру прошлым вечером? Что поделать? Я был слишком занят рисованием мультиков. Но я понимаю, что это улица с двусторонним движением. Я переживаю, что не разговариваю с кем-то, но и они не начинают разговор тоже. Мы будто оба согласны, что существует неписанный договор, по которому мы должны даже не смотреть друг на друга. Это заставило меня задуматься о незнакомцах, и конкретно о том, как я к ним отношусь. И о том, как я могу срубить с них денег. Просто шучу, шутка. Это было шутка. Большую часть моей жизни... Всё, минус за Advanced Out. Всё потому, что он воровал деньги. Я пытался избежать разговоров с людьми. Я придерживаюсь пути, занимаюсь своими делами, никакого зрительного контакта. Если все писсуары заняты, я пописываю завтра. Да, я одинок. Но теперь с помощью Ютуба... Грустно. Я взаимодействую с незнакомцами чаще, чем когда-либо за всю свою жизнь. Бесплатные конфетки. Вообще, я много размышлял о незнакомцах. И в первую очередь, я думаю, что слово незнакомец изначально является предвзятым ярлыком для человека, только потому, что вы не знаете его имени. Джон Доу. Ноу, я не знаю этого человека. Он незнакомец. Он... Ничего ты не знаешь, Джон Доу. Знакомый. Я нормальный. Он точно чокнутый. Возможно, он убивает людей топором. Обычно именно так... Бедняга. Мы не знаем рутину незнакомцев. Но те, кого мы видим в течение дня, обычные люди со своими мечтами и надеждами. Кто-то из них, возможно, и хочет убить вас, но как вы можете понять это, если даже не пытались узнать их получше. Так что я думаю, что люди, которые окружают нас каждый день, не незнакомцы. Они потенциальные друзья. Не считая... О, так мило. ...конечно, держитесь от них подальше. И да, я призываю оценивать... 2D лучше 3D. Если человек ходит по школе или по улице с Докимакурой с Соником, это о чём-то говорит, я согласен. Этот чудак решил носить футболку с аниме в публичных местах, окей? Вернёмся к сюжетной... А то, что он с Докимакурой в руках, никого не волнует? Ну ладно, ладно. Да-да, пошёл нахрен. Я сижу рядом с этим представителем человеческого рода. Пока что не могло возникнуть ни единой причины, почему он мне не нравится. Я не знаю почему, но если посадить меня рядом с ним в автобусе, то мне захочется отодвинуться от него настолько, насколько это возможно. Просто прекрати трогать моё плечо! Это был последний раз, когда я ехал в автобусе. Чё так опасно? К сожалению, автобус не единственное место, где можно встретить незнакомцев. Они везде есть. Однажды я был в магазине стройматериалов, искал кабель для автомобиля и нигде его не мог найти. Я не знаю, единственный ли я человек, кто так делает, но я сделаю всё возможное, лишь бы не общаться с консультантами. Думаю, это потому что я знаю, какие маленькие у них зарплаты. Ну не знаю, иногда приходится, потому что, например, у нас встретили на магазине Эпицентр. Там, если ты не подойдёшь к консультанту, они скажут, что тебе нужно вот это вот. Тебе упаковку с вот это вот не достанут. И хочешь, не хочешь, приходится идти на коммуникацию. Вообще их жизнь отстой. Я просто не хочу их беспокоить и делать их работу ещё сложнее, чем она есть. Но просьба о помощи их явно не особо напрягает. И ещё это вроде часть их работы. Например, что самое плохое они могут сказать? Вы не можете найти один единственный предмет? Все остальные могут. Вы хотя бы пытались смотреть? Он в кабельном отделе, идиот. Никто вам так не ответит. Итак, отчаявшись, я собрал остатки своей храбрости и с важным видом подошёл к кому-то в оранжевом жилете и сказал... Извините, вы не знаете, где находятся кабеля? Я не работаю здесь. О, вы не работаете здесь. И он просто ушёл. И он ушёл прочь, прочь, прочь. И в следующий день... Отлично. Думаю, логично в этой ситуации было бы найти кого-то, кто работает здесь. А кто от них работает? Но я вышел из магазина, потому что не хотел снова ткнуться на этого парня. Ещё я купил молоток, потому что не хотел, чтобы работники думали, что я что-то украл. Серьёзно? Не знаю, у меня как-то такого... Вообще такого вообще никогда не переживало. Ну, ничего не купил, не купил, пошёл домой. Ну, бывает, заходишь там зачем-то, а этого нет. Думаешь, ну и пошли вы в попу и ушёл домой. Так что... А, точно. Между прочим, если вы одеваете оранжевый жилет в магазине стройматериалов, то вам стоит ожидать того, что вас попросят помочь. То же самое с людьми в красных футболках в Таргет. Думаете, я учусь на своих ошибках? Но нет, у меня есть ещё больше примеров. А ну-ка. Когда вышла моя книга, мой издатель сказал, что она будет продаваться в Барнсен Нобл. И я подумал, что это супер-пупер круто, и захотел увидеть свою книгу вживую. Не для того, чтобы купить или что-то ещё, просто чтобы посмотреть. Ну да. Так что я взял своего друга Адама из Something Else YouTube... На самом деле, это круто, когда что-то твоё, то, что ты сделал, продаётся где-то, это такой, вау, классно. Ближайший Барнсен Нобл и начали наши поиски. Мы начали в отделе с юмором, ничего не нашли. Потом проверили отдел новинок, там тоже не было. Затем мы осмотрели отдел мастер-триллеров, потом отдел религии. Но мы нигде не могли найти эту книгу. Так что либо издатель соврал, либо они уже распроданы. Но чтобы убедиться, я спросил у одного из работников. Эй, ребят, у вас есть книга от автора The Odd Ones Out? Да, The Odd Ones Out. Так, работник напечатал что-то на компьютере и сказал... О, да, они на складе, мы ещё не успели их выставить. Тогда он пошёл на склад, достал копию и протянул её мне с фразой... Держи, парень. Я подумал... Чёрт. Я же не могу вернуть её обратно. И в итоге он купил свою же книгу. Но это неплохо. Парню и сказать... О, нет, всё нормально. Он может кому-то её подарить. Вполне. Или подписчик просто на улице встретит такой... Блин, чувак. Я не знаю, это вышло случайно. На, забирай книгу. Прикольная тема. Я не хотел покупать книгу. Я просто хотел посмотреть на неё. Вы понимаете, как неловко это звучит? Так что единственным менее неловким вариантом было купить собственную книгу. И знаете что? Я бы получил пару центов с этой покупки. Так что это не было бы полной потерей. Но Адам, будучи более рассудительным, сказал... Чувак, да это же смешно. Ты должен сказать правду. После он подошёл к работнику и сказал... Вообще-то он написал эту книгу. И просто хотел посмотреть, как она выглядит в жизни. И работник ответил... О, это так круто! Не хотите подписать пару копий? И тогда я подумал... Так, подожди. Ты даже не попросишь мой паспорт? Откуда ты знаешь, что я на самом деле автор этой книги, а не какой-то левый парень, пытающийся испортить читать книги? Ну блин, слушайте, прикольно. Я бы тоже подписал свои... Ну это классно на самом деле. А потом продавец дал мне целую стопку книг, и я подписал их все. Последняя история... А то не пришлось работать. Я шёл по коридору и пересёкся... А что это за Селлар Мун, блин, идёт? Жо-жо. Он сказал... Привет! И я выбирал, что ответить между... Привет! И... Как дела? Но я соединил эти фразы и сказал... Ха-ха-ха-ха! И потом я выпрыгнул из окна и разбился номер. Я не могу! Вот так и закончилась история Селлар Мун. И данное поведение. Возможно, я слишком много времени провожу за компьютером, и мне непривычно смотреть на лица реальных людей. Вау, это лицо! Но я пытаюсь измениться. Не поймите меня неправильно. Посещение фестивалей и встречи с подписчиками очень помогли мне в общении с людьми. Конечно, эти разговоры обычно односторонние, и настоящий незнакомец не будет знать, кто я. Но они всё равно помогли мне. Теперь, возможно, вы ожидаете, что я дам вам совет, как преодолеть социальную тревожность. Но если вы смотрите это видео, то вы знаете, что я не самый опытный в этом деле. Но я постараюсь. Я знаю, что трудно чувствовать себя уверенным. Я сам всё ещё работаю над этим. Но вы должны понять, что мы все люди. И у нас у всех есть вещи, с которыми мы боремся. И в реальности... Все мы обычные люди. Это не волнует каждый мелкий шаг, сделанный другим. Миллиардер ты, миллионер, сексилионер. Всё равно ты, блин, обычный человек. ...людьми. Мы все слишком сильно заняты мыслями о том, что о нас думают другие. Что есть, то есть. Так что с достаточной практикой и верой в себя вы сможете показать миру свои истинные чувства. И я думаю, вы обнаружите, что люди намного лучше, чем вы думаете. Таким акросоникам это странно. Согласитесь. Если ты сидишь на среднем сидении и не можешь решить, подвинуться тебе или нет, делай, что хочешь. Всем плевать. Просто перестань трогать моё плечо. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем плевать же, конечно. Видео было переведено. Блин, мне нравится озвучка... Просто озвучки. Мне нравится дубляж от канала «Просто озвучка». Он идеально подходит для данных видосов. Просто мне нравится, как переведено всё. Текст, картинки. Даже на книге было написано «Просто озвучка». Это очень классно и только даёт ещё больше погружения в историю. Это прям балдёж. Мне что-то в глаз попало. Так погрузился, что уже в глаз попало. Короче, ребят, ссылка, опять же, на «Просто озвучку» есть в описании. Также узнаете, что если вы напишите мне комментарий, то вы можете попасть ко мне в ролик. И лайк поставьте, и подпишитесь. Ведь каждая подписка на канал «Мир становится добрее». «А я наглее». Это вы тоже знаете. Но на самом деле, правда, буду очень вам благодарен, если вы подпишитесь на мой канал. И на канал «Просто озвучки». Эти ребята очень стараются. Вот. Будьте молодцами. Всем удачки. Всем пока. Пэм. 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 Расстрелял просто. Субтитры сделал DimaTorzok